Сейчас очевидно, что поражение Украине мы наносим именно тем, что мы перемалываем ее личный состав в этой мясорубке. Известный денеровский деятель Ходоковский, предатель Украины, расшифровал путинские демилитаризацию и деноцификацию, но все равно сделал это несколько стыдливо. Он назвал это клининговыми действиями. Предполагалось привести помещение в порядок и занять жилплощадь. Мог бы и прямо написать, предполагалось очистить Украину от украинцев и заселить ее своими. Ну или мог бы написать про окончательное решение украинского вопроса и расширение жизненного пространства. Это от других идейных вдохновителей. Но смысл тот же. Конечно, для страны с самой большой территорией в мире необходимость в какой-то дополнительной жилплощади звучит неадекватно. Но украинцы имеют дело с максимально аморальными неадекватами. Спасибо вам, что вы с болью, с кровью, но вырываете с кровавой пасти этих людоедов наших людей, что вы решились на это. А мы будем в этом помогать, мочить людоедов столько, сколько вы от нас этого потребуете. Служу России. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. . . Спасибо. Спасибо. . . . . . Спасибо. . . . . . . . Спасибо. . 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 Вовремя. Конечно, которые находятся в среде жилых кварталах. Третий момент. Сами граждане Украины признают, что на Украине погибло ничтожное количество мирных жителей. И то в результате ударов ракетами зенитных установок. Таня Никто не вспоминает ни про Бучу, ни про прочие инсценировки. Более того, даже так спустя, заметая пот, говорят, ну да, это была инсценировка. Дело не в нашем политическом режиме, не в чем-то другом. Просто им не нужна такая большая самостоятельная страна, как Россия. Они собирались взять Киев за 2-3 дня. Но сроки эти, мягко говоря, провалены. За 300 дней полномасштабной войны фраза «спецоперация идет по плану» уже превратилась в насмешку. Мы будем стремиться к демилитаризации и деноцификации Украины. Мало кто понимает, что мы там делаем. Потому что границу сюда никто не перешел. Мало кто понимает. До Киева за 15 часов. Журналистам «Нью-Йорк Таймс» удалось выяснить, каким видел Путин вторжение России в Украину в феврале. Планы президента оказались сказочно оптимистичными. Так, например, расследователи установили, что Россия планировала дойти до столицы Украины за 15 часов. Однако после провалов уже с марта Путин в частных разговорах признавал неудачи своей армии. Но на публике упорно продолжал делать вид, что все идет по плану. Операция развивается успешно. В строгом соответствии с заранее утвержденными планами. Ход специальной военной операции идет по плану. Все идет по плану. Мы не планировали ни крымских событий. Мы не планировали событий, которые сейчас происходят. Исхожу из того, что наша армия решит все стоящие перед ней задачи. Я не на секунду в этом не сомневаюсь. Об этом говорит весь ход операции. Она идет просто по плану. Вот по графику. Мы не планировали событий, которые сейчас происходят. При этом Путин все больше дистанцировался от военных неудач. Он лично встречался с министром обороны Сергеем Шойгу всего пару раз. А в основном проводил совещания по гражданской сфере, не забывая время от времени пригрозить ядерным ударом. Для защиты России и нашего народа мы безусловно используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф. 21 сентября Путин выпустил утреннее обращение, в котором объявил о начале так называемой частичной мобилизации. Он подчеркнул, что делает это по просьбе Минобороны. Анонсировав шокирующую новость, президент приступил к другим делам, не имеющим отношения к войне. Например, как ни в чем не бывало, сходил на концерт в честь юбилея зарождения государственности и встретился с руководителями школ в Великом Новгороде. Вы это рассказываете? Честно говоря, дух захватывает. 30 сентября, когда российские войска гибли под Лиманом, Путин праздновал так называемое присоединение четырех украинских территорий, некоторые части которых даже на тот момент не были под контролем Кремля. В день объявления о сдаче Херсона, единственного захваченного с начала войны областного центра, Путин и вовсе проводил время в компании врачей и раздавал им награды. А последние месяцы президент, сидя в теплом кабинете, открывал новые дороги, заводы по производству индейки и даже спускал на воду ледоколы. Прошу разрешения на спуск. Спуск разрешаю. Приступайте. Смерть российских солдат он направдывал так. Если бы не война, погибли бы от водки. Некоторые ведь живут или не живут, непонятно, и как уходят от водки там или еще чего-то, непонятно. А потом ушли, жили и не жили. А ваш сын жил. Его цель достигнута. И своим чередом все стабильно у нас. Никаких вопросов там и проблем сегодня нет. На наших с вами границах, на границах России появляются системы противоракетной обороны США. Абсолютно. То, с чем мы, в принципе, боролись огромное количество лет. Вот здесь ждут, когда начнут. Когда мы ударим так, что противник окажется на пятой точке, то есть в нокауте. Продолжение следует...